Ну что ж, не угомонится Россия, получили они очередную партию шахедов, но уже наша разведка об этом сообщает, видимо несколько сотен, почему? Потому что идет каждую ночь идет попытка нанесения ударов именно этими шахедами. Мы продолжаем их успешно сбивать, так что эффективность этих ударов на сегодняшний день минимальная. В эту ночь вечером на юго-восточном направлении силами ПВО было уничтожено 4 из 5 шахедов, выпущенных по территории Украины. Об этом сообщает командование воздушных сил. А всего за сутки противник нанес 3 ракетных удара, 30 авиационных ударов и более 50 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Вероятность ракетных ударов по всей территории Украины остается очень высокой. Я бы даже больше сказал, я бы сказал, она постепенно начинает расти. Расти, ну мы уже говорили с вами, что уже больше месяца прошло с момента последнего ракетного удара по территории Украины. Так что мы предполагаем, я предполагаю, что где-нибудь на майские праздники, к сожалению, Российская Федерация может нанести массированный, попытаться нанести массированный ракетный удар. Мы готовимся и усиливаем наше ПВО. И, кстати, один из результатов Рамштайна, об этом мы еще сегодня поговорим, именно в наращивании и в обеспечении наращивания сил и возможностей ПВО Украины. Так было отмечено министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Ну а мы с вами движемся дальше. Основное направление сосредоточения усилий противника, оно остается неизменным. Бахмут, Авдеев, Камаренко, Углидар. 53 атаки. Немножко спадают темпы. 53 атаки российские войска осуществили за прошедшие сутки на нашей позиции. Город Бахмут остается в эпицентре боевых действий. Если брать по оперативным направлениям, то на Волынском и Полесском направлении никаких изменений нет. Там все стабильно, контролируемо со стороны сил обороны Украины. Северщина и Слобожанщина. Здесь тоже изменений нет. К сожалению, обстрелы продолжаются на нашей территории. Причем есть случаи применения планирующих бомб по нашей территории. И обстрелы с помощью различных видов артиллерии со стороны Российской Федерации. Купенско-Лиманское направление. Здесь противник попытался улучшить тактическую обстановку и провел несколько штурмов возле поселка Лиман 1. Также успеха не имел. Штурм был отбит. Противник откатился на исходная позиция. Также провел неудачное наступление в сторону Белогоровки. Безуспешно. Тоже понес потери. Откатился на исходные. Продолжаются локальные бои вдоль всей линии боевого соприкосновения на Купенском и Лиманском направлении. Также ведутся артиллерийские обстрелы с обоих сторон. Особую активность проявляет артиллерия противника в Серебрянском лесничестве. Но противник за последние сутки изменений никаких. И противник успеха на этих направлениях не имел. Бахмут. Здесь продолжаются ожесточенные бои за сам город. Никто не взял. Я там читаю в комментариях. Да, Бахмут давно взяли. Не дождетесь. Бахмут сражается. Да, мы меньшую часть города контролируем. Но мы ее прекрасно контролируем. И наносим существенный урон вооруженным силам оккупационным Российской Федерации. Кстати, уже даже отмечают западные аналитики, особенно Институт изучения войны, о том, что выдыхаются российские войска. И наступательные действия держатся только за счет подвоза свежего людского резерва. То есть приезжают, грузовиками привозят личный состав. И буквально на следующий день этот личный состав уже гонят в атаку на нашей позиции. Только за счет этого держатся. Но их уже свозят с разных направлений. Мы, кстати, отмечали с вами на этой неделе, что я вам говорил, что с Авдеевского направления было отмечено снятие некоторых подразделений и частей для переброски на Бахмут. В Бахмуте воюет Вагнер, наемники. В Бахмуте воюют остатки кадрового состава двух воздушно-десантных дивизий. Туда же отправили так называемых ополченцев, так называемой ДНР. И вот это самое боеспособное, что осталось в распоряжении российского генштаба. И вот такие результаты они имеют на сегодняшний день. Бахмут продолжает сражаться. Продолжает обороняться. И мы удерживаем часть города. Так вот, противник пытался продвинуться вблизи Григорьевки и Богдановки. Безуспешно. Это в районе Бахмута. Далее, продолжается штурм позиций, находящихся у трассы через Хромово. Ни трасса не перерезана. Мы удерживаем позиции. Она не используется уже. Это трасса для доставки боеприпасов и ротации подразделений в самом Бахмуте. Поэтому там заявлять, что она перерезана и что город в окружении... Самое интересное, что, смотрю, среди комментариев пишут, одни пишут, давно взяли Бахмут. Что вы, типа, обманываете. Другие пишут, что Бахмут окружен. Окружения нету, кольца нету. И снабжение войск идет. А трассу, кстати, в районе Хромово, наши подразделения удерживают ее. И российские войска ее взять не могут. Перейти эту трассу или перерезать ее не могут. Хотя она уже больше... На сегодняшний день она выполняет исключительно роль рубежа обороны. А не дороги жизни, как это было ранее. Далее продолжаются бои в районе Аллеи Рос и у железнодорожного вокзала. Результат пока неизвестен. Штурмовые действия продолжаются и сегодня, и сейчас. Ну, кстати, сколько недели уже Аллея Рос, даже вторую неделю Аллея Рос звучит. И я не знаю, насколько она большая. Никогда, к сожалению, не был в Бахмуте. И железнодорожный вокзал. Тоже вторую неделю бои точатся вокруг железнодорожного вокзала. Это, к слову, о том, что мы взяли Бахмут. Не дождетесь, еще раз повторюсь. Далее. Абдеевка. Противник провел наступательные операции в окрестностях Новокалиновки, Степовое, Первомайское, Невельского. Это попытки зайти за Абдеевку и попытаться ее окружить. Все попытки были пресечены. Противник успеха не имел. Марьенко. Отбили все многочисленные атаки противника в окрестностях Марьинки. Отбиты. Шахтерское направление. Здесь попытки российской армии возобновить наступательные действия в окрестностях Куглидара. Несут огромные потери. Наступательные действия успеха не имеют. В общем, надо... Ну и остается у нас Запорожское и Херсонское направления. Здесь противник остается в обороне. То есть никаких вообще активных действий не предпринимает. Но перестрелки, позиционные бои продолжаются, особенно на Запорожском направлении. Обмен артиллерийскими ударами идет вдоль линии фронта на обоих направлениях. И, к сожалению, противник наносит артиллерийские удары и минометные, открывает минометный огонь по населенным пунктам на правом берегу реки Днепр и в Запорожской области на всю дальность досягаемости его огневых средств. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу, чтобы не допустить этих обстрелов. Вот такая вот ситуация. Как вывод за прошедшие сутки, такой общий вывод по военной обстановке на линии фронта можно сделать следующий. Что в течение суток зафиксировано столкновение во многих местах линии фронта. То есть, опять вот эта тактика меняет противник, тактику постоянно меняет. То они большими группами пытаются прорвать в каком-то месте, то они мелкие. Не получается, они переходят к тактике мелких групп, пытаясь найти слабое место в обороне. Потом опять возвращаются к большим группам. То есть, у них вот эти вот метания продолжаются. И вот они, линия фронта была атакована вот на этой огненной дуге от Кременной до Углидара на многих участках линии фронта. И получается, в принципе, отмечают вот особенно западные разведки, что в общем вооруженные силы Российской Федерации выдыхаются. Боевой наступательный потенциал падает. За счет резерва личного состава они пытаются его еще поддерживать. Но проломить нашу оборону или продавить нашу оборону у них не получается. Продолжается Бахмутская оборонительная операция. Несмотря на многочисленные атаки и уничтожения города. Практически российская артиллерия сносит город с лица земли. Вот такой вот итог можно подвести за прошедшие сутки. Существенных изменений или на линии фронта не отмечено. Оккупированные территории. Здесь противник надо отметить, что опять же на основании военной обстановки мы делаем вывод, что противник несет довольно большие потери. Причем, и вот следующий факт он это подтверждает. В результате того, что российские оккупационные войска несут большие потери, они решили сформировать медицинский конвой. 14 грузовиков были погружены раненые. И при попытке их эвакуации из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово. Это Белгородская область Российской Федерации. 17 апреля была предпринята эта попытка. То есть 5 дней назад. В начале этой недели. Так вот интересный факт. При попытке пересечь государственную границу Украины на территорию России, российская сторона почему-то не пропустила военную колонну и завернула ее обратно. То есть медицинский конвой не пустили, российской армии не пустили на территорию Российской Федерации. В результате колонна развернулась и по сообщениям часть раненых, солдат противника раненых в этом конвое не выжила во время этого движения из-за отсутствия должной медицинской помощи. Ну потому что затянулась. Пока они стояли ждали разборки, потом развернулись и поехали где-то распихивать этих раненых по имеющимся свободным местам. Еще часть тяжелораненых, более пяти оккупантов, это более пятидесяти человек, доставлена в полевой госпиталь, который дислоцированный в Троицком районной больнице. Я говорил где-то давно, недели три назад, они там выселили районную больницу и оборудовали там госпиталь. Вот вам и стыковка, границу, кстати российскую границу охраняют погранвойска ФСБ Российской Федерации. А боевые действия ведет вооруженные силы, Министерство обороны Российской Федерации. Вот такой вот приключился случай с медицинским конвоем российской оккупационной армии. Ну и как итог военных действий за прошедшие сутки, потери войск противника, которые за прошедшие сутки составили личного состава убитыми. Кстати там потери некоторые рассматривают, пишут в комментариях, что рассматривают как убитые и раненые. Нет, это безвозвратные потери называется. А у нас генеральный штаб ведет статистику убитыми. Именно потери личного состава убитыми. Так вот за прошедшие сутки в российской оккупационной армии они составили 680 человек. Это приблизительно. 4 танка уничтожено, 4 боевых бронированных машины уничтожено, 5 артиллерийских систем, 4 средства ПВО различного уровня, 4 беспилотника оперативно-тактического уровня и 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн. А также 3 единицы специальной техники. Вот такие потери понесли российские оккупационные войска на всей линии фронта за прошедшие сутки. На этом военную составляющую мы закончим. Субтитры создавал DimaTorzok